Привет, друзья! Меня зовут Максим Данилов, и сегодня я записываю свое первое в жизни, если можно так сказать, познавательное видео. Поэтому, если что не так, не судите строго, напишите в комментариях, обещаю обдумать. Ну а если что-то понравилось, тем более пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем делать такие видео и дальше. Поехали! Сегодня я хочу рассказать о программах по обработке Magic Lantern RAW видео, снятого камерами Canon. На дворе 2018 год, и мне не раз доводилось слышать, что пик популярности прошивки уже прошел. А многие ветераны Magic Lantern приобрели себе полнокадровые беззеркалки Sony и успокоились. Однако, в прошлом году разработчики прошивки совершили качественный скачок и доказали, что пока рано списывать в утиль наши старенькие камеры Canon. Более того, ребята из команды Magic Lantern в последнее время стали уделять больше времени созданию новых программ для обработки Magic Lantern RAW видео, так что мне кажется, что сейчас самое время поговорить о том, как на данный момент обстоит дело с обработкой видеоматериала. Я не ставлю задачу сделать исчерпывающий обзор всех-всех известных программ и утилит. Я хочу лишь поделиться с вами моим личным опытом и рассказать о программах, которыми пользуюсь лично я, показать мои примеры и сделать выводы на основе моего опыта. Сегодня я совсем не буду говорить о самой прошивке Magic Lantern, об ее установке, настройке и съемке, а зато мы поговорим о том, что делать с MLV-файлами, принесенными на флешке со съемки. Скажу сразу, что я пользуюсь камерой Canon 7D. Это мой осознанный выбор, и сейчас у меня уже четвертая по счету камера 7D. Были и другие модели, но первую свою семерку я приобрел в 2009, а последнюю в этом году. Не подумайте, что я угробил предыдущие три, нет, они прекрасно работают у других людей. И вообще страшилки о том, что альтернативная прошивка выжигает матрицу, вспучивает материнку, моим личным опытом не подтверждаются. Камера 7D имеет, безусловно, свои недостатки, но, учитывая ее потенциал и цены на сегодняшний день, я считаю одним из лучших вариантов для начала изучения Magic Lantern. Да и, собственно, для дальнейшего развития в этом направлении тоже. Что же касается 5D Mark III, то покупку ее для экспериментов с Magic Lantern сейчас, по тем ценам и в том состоянии, в котором она, как правило, присутствует сегодня на вторичке, я считаю неоправданной тратой денег. Хотя, если бы мне попался этот аппарат от надежного человека с нулевым пробегом, я за себя не ручаюсь. Ладно, почему я вообще отвлекся на упоминание о своей камере? А потому, что это повлияет на мой рассказ так или иначе. Например, моя конкретная камера не снимает видео с Dual ISO, и значит, этот аспект я сегодня просто пропускаю. Зато я буду останавливаться пару раз на своих специфических проблемах с видео, которых, возможно, нет у других. Но тут ничего не поделаешь, мой обзор субъективен. Итак, вернемся ближе к программам и обзорам. Понятное дело, что любой более-менее обстоятельный рассказ о программе не может занять менее часа. Однако, даже самому мотивированному зрителю порой бывает страшно обидно убить этот час своего времени на то, чтобы понять в конце концов, что программа не подходит. И чтобы так не получилось, я для начала записал краткий обзор сразу четырех программ. При этом постарался структурировать информацию так, чтобы, не зарываясь в дебре, дать представление о прикладных возможностях программ в решении наших конкретных задач. Мимоходом давая комментарии об особенностях интерфейса и раскрывая маленькие хитрости, которые дорогого стоят. Таким образом, посмотрев этот материал, можно будет выбрать для себя удобный инструмент и засесть за более углубленное изучение того, что вам показалось интересным. В этом сводном обзоре из четырех небольших видеофрагментов, а пятый вводный фрагмент с общей информацией по теме вы смотрите уже прямо сейчас. Так вот, в остальных четырех видео мы поговорим о уже проверенной временем и многими любимой программе MLV Producer от разработчиков прошивки Magic Lantern, а совсем новой, но уже очень перспективной разработки MLV App, также от создателей нашей любимой прошивки. И затем пройдемся по старым добрым классическим средствам обработки Magic Lantern Video, адобовском модуле Adobe Camera Raw и программе DaVinci Resolve от компании Blackmagic Design. А обозревать данные программы я буду по следующим трем критериям, которые мне кажутся важными. Первое. Интерфейс. То есть доступные в программе инструменты, общее удобство пользования и оперативность работы в ней. Второе. Возможности программ по коррекции основных проблем, характерных именно для MLV Video. Здесь обсудим муар или алиасинг, битые и горячие пикселы, оценим возможность извлечь максимум информации из перья и недоэкспонированных областей, обсудим специфический цифровой шум, извлекаемый из недоэкспонированных участков изображения, и борьбу с ним. Ну и третий пункт – это общее впечатление о готовом материале на выходе из программы. То есть итоговое качество конвертации исходных файлов. Это то, что волнует лично меня в работе с Magic Lantern Video. Естественно, в процессе рассказа о каждой из этих программ я буду сравнивать ее с другими программами. Забегая вперед скажу, что каждая из этих программ хороша по-своему, при этом совсем не обязательно выбирать для себя и для своего рабочего процесса какую-то одну программу. Прелесть в том, что их можно прекрасно сочетать, использовать совместно, например, как последовательные этапы работы, что изначально предусмотрено разработчиками. Так что главное – это понять, чего вы хотите добиться, и подобрать правильные инструменты. К тому же, владея сразу несколькими программами, проще добиться оптимального результата в наиболее сложных случаях, когда проверенные рецепты не срабатывают. Свои выводы я изложу в конце, после рассказа о конкретных программах. По ссылкам в описании к этому видео и сейчас на экране вы уже можете перейти к моим обзорам конкретных программ, о которых мы только что поговорили. Пока, до встречи!